Халлалюя! Итак, друзья, сегодня у нас, как мы воскресенье и объявляли, сегодня у нас день поста и молитвы. У нас есть очень много вопросов на повестке дня, о которых... Вопросы, которые будоражат нас, которые беспокоят нас. И я думаю, что обязательно вокруг этого будет вращаться вся наша тематика. Вопрос номер один – это рост церкви. Все мероприятия, все структуры, любое служение, каким бы оно ни было, начиная от воскресной школы, заканчивая евангелизмом на улицах и во всевозможном формате, подчинено одной цели. Кем бы мы ни были, какое бы служение мы ни несли, и великое поручение сводится к одному вопросу – идите и проповедуйте Евангелие Царства Божьего, и каждый человек должен познакомиться с Иисусом. Обетование о том, что спасение принадлежит нам, детям нашим, оно должно быть понятным для нас. Вокруг нас очень много неспасенных людей. Не все родственники наши спасены. Не все соседи наши спасены. Количество христиан в соответствии с количеством неспасенных людей, которые живут в Латвии – это сумасшедшая диспропорция. Я не знаю, какой процент христиан, рожденных свыше, но боюсь, что это очень небольшой процент. И было бы несправедливо, и было бы эгоистически, и было бы это не совсем правильно – заботиться только о себе. В этом ничего плохого нету, чтобы заботиться о том, чтобы твое сердце было чистым. Ничего зазорного в этом нету, чтобы добиться того, чтобы сердце было чистым, чтобы мы были здоровыми, процветающими. Но великое поручение – оно будоражит совесть. Если ты спасен для того, чтобы спасать других. Если ты исцелен, ты исцелен для того, чтобы исцелять других. Когда Господь изгнал бесов из этого гадаринского одержимого, Он говорит, а теперь иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Мы должны делиться этим свидетельством. Все наши соседи должны об этом услышать. Не только услышать. Я абсолютно убежден, что мы побеждаем дьявола в судьбах наших родных, в судьбах наших близких, в судьбах наших соседей и в судьбах нашего окружения словом свидетельства и кровью агнца. Вы знаете, любой разговор религиозный, он просто, как сказать, идет мимо, мимо, пока не прозвучит свидетельство. Наверное, вы замечали такую обстановку. Какое-то застолье, какой-то разговор, или это просто встреча дружеская, или это день рождения. Просто идет такой разговор, разговор, развол, бла-бла-бла, пока кто-то вдруг не начнет свидетельствовать. Только прозвучит какое-то свидетельство. Затихают все, атмосфера меняется, у кого-то глаза на мокром месте. Знаете, свидетельство обладает сумасшедшей силой. Там такая энергетика. Над каждым свидетельством бодрствует сам Бог, потому что это то, что Бог сделал. Свидетельство – это реклама нашего Бога. И над этой рекламой сам Бог бодрствует. Поэтому, друзья, неважно, кто что в Боге пережил. Как я иногда слышу от моих сверстников, ну, тех, кто в церкви родился, кто не наркоманил, кто не бухал, кто не убивал, кто не носил, говорят, вообще нечего рассказывать, вообще нечего рассказывать. Как жаль, что я не был наркоманом. Я бы начал рассказывать, как вот Господь меня освободил от наркотиков. Вот если бы я там был каким-нибудь там бандитом, у меня бы такое свидетельство было, что вот как Бог меня очистил. Не надо сожалеть. И не надо нырять туда, чтобы там надыбать какое-нибудь оригинальное свидетельство. Я умоляю, пожалуйста, будь тем, кем тебя сотворил Господь. Аминь. Вот мы с Людвигом часто говорим, что такое наркотики, мы даже не знаем. Иногда шутим, но может попробовать, чтобы хоть понимать тех, кто зависим. А думаем, нет, я человек увлекающийся, мне это опасно. Нет, лучше зависимым быть от Господа Иисуса Христа. Аминь. Я думаю, что не стоит высоко ценить, теряя. Можно даже высоко ценить, не теряя, а имея и защищая то, что дал нам Господь. По крайней мере, мне бы очень хотелось, друзья, и сегодня смысл этого служения, это молитвенное служение. В конце у нас будет вечеря Господня. Вы знаете, мы должны всей церковью включиться вот в этот большой процесс под названием спасение погибающего мира. Мы должны включиться вот в эту большую программу плюс один. Не надо каких-то сверхъестественных там, я не знаю, усилий, титанических усилий, чтобы церковь выросла. Тебе не надо за сто человек отвечать. Тебе не надо за тысячу отвечать. Рядом с тобой один, или два, или три человека. За которых надо молиться. За которых надо просто ходатайствовать. Иисус говорит, кто идет за Мною и не берет креста своего, он не достоин Меня, потому что ни за кого отвечать нельзя. Вы знаете, оставившие начатки учения Христова, оставившие младенчество, мы должны идти к совершенству, к зрелой жизни. Чем дети отличаются от взрослых? Отличаются тем, что дети ни за кого не отвечают. Все отвечают только за них. И вы знаете, это неправильно, когда у тебя 15 или 20 лет христианского стажа, и все только за тебя отвечают. Ну нельзя быть ребенком всю жизнь. За кого-то ты должен отвечать. Чем отличаются дети от взрослых? Дети ни за кого не отвечают. И чем взрослее становится человек, тем мера ответственности, она возрастает. Ответственность – это та граница, которая отделяет детей от взрослых. Взрослые отвечают и за себя, и за того парня, отвечают за то, что происходит в доме, отвечают и за деньги, отвечают и за состояние, и физическое, и духовное, и ценное, какое угодно. Благодаря ответственным людям церковь существует. Благодаря ответственным людям дома стоят. Благодаря ответственным людям семьи крепкие и защищенные. Благодаря ответственным людям Царство Божие еще не исчезло с лица земли. И мы, многие из нас, обязаны ответственным людям. Мы, годами не отвечая ни за что, зависели от тех людей, которые за что-то отвечали. Но пришло время и нам взять какую-то ответственность. Не надо брать ответственность за какую-то там, я не знаю, европейскую там идеологию или законодательство Европарламента. Бог не требует от тебя то, что ты не можешь понести, но то, что ты можешь взять на себя, а Господь это от нас ждет и требует спасения тех, кто рядом с нами. Амин. Ра в блуднице. Казалось бы, тетка из того общества, падшая женщина, кто она такая? Пример великий. Но, знаете, не важно, кем ты являешься, не важно, какой статус, но когда ты несешь ответственность на тебя, Бог обратит внимание. Она встретила этих парней и говорит, слушайте, я знаю, что вам Господь эту землю отдал. Но давайте договоримся, что когда все будет рушиться, давайте вот из-за того, что я вам услуга за услугу, я вам услужила, и вы теперь мне услужите. Я, у меня есть родственники, у меня есть близкие, у меня есть мать, отец. Давайте договоримся, что мое родство будет спасено. И эти ребята из нового поколения говорят, конечно, все разрушим, а вы останетесь живыми. Вот что такое ответственность. И написано, Рав, блудница, верою. И там она вошла в эту гильдию великих героев. Она отвечала за свой долг. Ну нельзя. Сегодня безответственные мужики уходят из семьи, бросая на произвол судьбы и жену, и детей. Там романтика, не поймешь, что у них там в голове появляется. Жены безответственные. Бросают детей, бэби-боксы. Сто лет нет этот ребенок. Безответственность – это проклятие, которое разрушает и церковь, и здоровье, и семьи, и все на свете. Но ответственные люди, когда я смотрю, Боже, когда своих четверо, еще адаптировали пятерых еще, Боже, благослови их. И Христос, знаете, что говорит? Так как вы были ответственны, номер один, и сделали это одному из малейших сих, вы это мне сделали. Мы иногда думаем, что это какая-то каторга, мы кому-то что-то обязаны. Делая добро самым простым, нашим ближним, наименьшим нашим братьям, это мы служим Иисусу Христу. Вот и все. Служение ближнему – это и есть служение нашему Господу Иисусу Христу. И мы хотим в этом году вырасти. Мы хотим, чтобы наша церковь увеличилась где-то к осени, чтобы у нас было новых 50-60 человек. Это реальная картина. Мы с вами об этом говорили во время январского поста. Я просто хочу, чтобы мы мыслили стратегично. Не просто в среду пришли, какая-то проповедь прозвучала, какая-то молитва прозвучала. Вы знаете, мы должны видеть путь, к которому нам идти. Мы должны видеть цели, которые мы ставим. Вера – это планирование. А осуществление этого планирования – это есть утверждение веры. Вера – мы побеждаем. Вера – мы приходим к вершинам. Вера приносит победу и результат. И мы с вами, я напоминаю, планировали в месяц где-то как минимум, чтобы 10 человек покаялись на наших служениях. И в апреле мы планировали начинать семинары для тех, кто покаялся за этих три месяца. И вы знаете, мы благодарны Богу, что люди, которые услышали это, люди, которые встали, чтобы взять ответственность за это, хочу сердечно поблагодарить этих мужчин и женщин, которые свидетельствовали, которые приводили, которые молились, которые плакали, постились за тех, кто рядом. Вы знаете, это великое служение. Это великое служение. Вообще служение ближнему делает человека привилегированным человеком. Это особенные люди, которые служат. Наше служение спасет нас. Если ты служишь ближнему, Бог будет служить тебе. Если ты никому не служишь, Бог тебе служить не будет. И помните то, что царь сказал Данилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он тебя спасет. Не тот Бог, которому ты веришь, а тот Бог, которому ты служишь. Бог будет и спасать, и служить тебе. Вы знаете, мы в особенное время живем. Каждый день умирают миллионы людей. Каждый день умирают миллионы людей. Кто в катастрофах, кто от наркотиков, кто от оккультизма, кто там самоубийство сейчас. Да миллион. Посмотрите, статистика. Это страшная статистика. И вы знаете, было бы несправедливо быть счастливым человеком в проклятом, обреченном городе. Ради праведников Господь хранит города. Помните, Бог сказал Аврааму. Авраам стоял и ходатайствовал за Содом и Гоморру. Но если там 50 праведников, неужели ты погубишь этот город? И Господь говорит, нет, не погублю. А если 40 праведников там? Нет, не погублю. Мы должны осознать свою роль, что ради праведников Господь хранит наши города, а правду нужно изрекать, а правда должна звучать на улицах и площадях нашего города. Поэтому, друзья, сегодня мы будем молиться о спасении людей. Мы будем сегодня молиться о наших неспасенных, родных и близких. Будем молиться о том, чтобы вот это общелатвийское молитвенное служение, которое будет 10 мая, чтобы оно было полноценным и чтобы оно собрало и мобилизовало всех ответственных людей, которым не все равно, что происходит в нашей стране, которым не все равно, что происходит в соседних странах. Вы знаете, всему свое время. Время молиться и время получать от Бога ответы. Вы знаете, это поздно, когда ты захотел пить, рыть колодец. Вы знаете, всему свое время. Мудрые запасают. В чем мудрость заключается? Мудрость заключается в том, что летом готовят сани. И блажен народ, блажен человек, которого вразумляешь ты Господи, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Когда потоп начался, поздно строить ковчег. Ковчег строится в то время, когда дождя еще нет. И мы говорим, а зачем сегодня поститься? А зачем сегодня молиться? А зачем нам быть глупыми людьми, чтобы дожидаться вот этого критического момента точки невозврата? Вы знаете, всему свое время. И мы сегодня готовимся. Мы как мудрые запасаем масло. Библия говорит, что жених, Царство Божие, будет подобно десяти девам, которые ожидали жениха. И пять мудрых они взяли в запас масла. А пять неразумных они ничего не взяли. А и ждали жениха. И все задремали. А потом, когда жених пришел, мудрые, поправили светильники, и у них в запасе было масло. И они с горящими светильниками они пришли навстречу. А глупые и неразумные эти женщины, они взяли, а у них все. Знаете, как неразумные водители едут в дальнюю дорогу, забыли заправиться. И где-то на третьем километре тых-пых-пых. Ох, дьявол, а! Да не дьявол, мозги тупые и ленивые. Мудрость это запасать. Мудрость заключается, что вечером заряжать мобильник надо. А не утром, когда ты на работу идешь, ну что, во время самого ответственного разговора трын-тын-тын тебе кто-то пообещал кое-что, и ты договариваешься серьезными, какими-то делами, и вдруг пинкс-пинкс, вне зоны, атро-да-стрем-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм. У-у-у! Мудрые с вечера заряжают все. Вы понимаете? Это в практическом смысле в любом отношении. В любом отношении мы должны знать и заранее готовиться. Поэтому мы хотим, чтобы вот эти наши среды, теперь каждая среда у нас будет, это, как вы знаете, это как мы запасаем масло. Что такое масло? Это мудрость. Это, если хотите, количество наших молитв. Если хотите, это количество нашего благоговения и смирения. Потому что, вы знаете, когда чаша молитв наполняется, тогда Господь исполняет то, о чем мы просим. А пока чаша не наполнилась, мы в состоянии ожидания. И я думаю, что по средам мы будем иметь великое, прекрасное время, когда мы будем смиряться перед Господом и Богу угодно. Вы знаете, по воле Божьей должна быть молитва, по воле Божьей планы, которые мы строим, они будут осуществляться. Сам Бог заинтересован в спасении людей. В конце концов, это единственная цель, ради чего Христос пришел на землю. Давайте согласимся, не столько ради процветания, не столько ради исцеления, не столько ради там устройства. В конце концов, человек живет один раз, и потом он умирает. И вопрос дальше, куда он пойдет? Он или будет спасен и вечность будет проводить с Богом, или он будет вечность проводить в преисподней. В конце концов, вопрос спасения погибающих людей, это самое главное. Это самое главное. Я бы очень хотел, чтобы во время этих служений Дух Святой проговорил каждому из нас, нельзя сегодня сидеть ни за кого не отвечая. Нельзя сегодня отсиживаться. Ну, у нас же есть структура, вот она пусть работает, а я просто прихожу, вы знаете, бесплодные ветки, ветки, на которых нет плода. Просто Библия говорит, что приходит этот садовник, и он чик-чик, и все. А та ветка, которая приносит плод, ее Господь очищает, чтобы она больше принесла плод. Амин. Нашу жизнь Господь однажды взвесит. Нашу жизнь однажды Господь взвесит. И плод нашей жизни заключается в том, что я хоть кого-то привел к Господу, хоть кого-то привел ко спасению. Давайте согласимся, друзья, что смысл нашего служения и атмосфера нашего богослужения зависит от того, насколько часто здесь произносится молитва покаяния. Вы знаете, если, как бы не любили супруги друг друга, как бы не любил муж, жену, и как бы жена не восхищалась своим мужем, если у них нет детей, у них никогда не будет полноценных взаимоотношений. У них никогда не будет полноценных взаимоотношений. Стоит появиться ребеночку, вот у меня друг есть, вы знаете, Айнар Шлессер, такой суровый мужик, который занимается и политикой, который ворочает там финансовые горы, который воевал, там, политика, там, и все такое. Всегда вот такой. Я никогда не видел его таким, когда родился последний ребенок, он расцвел. Мужик стал отцом. Таким счастливым, таким он улыбается, он рассказывает мягко, он всегда про пассажиры обороты рассказывал нашего аэропорта, а здесь он начал рассказывать, чем питается этот ребенок, как он выглядит. Да вы знаете, дети нас раскрепощают и делают нас полноценными мужчинами и полноценными женщинами. Амин. И церковь, она тоже будет полноценной тогда, когда здесь рождаются дети для Царства Божьего. Мы можем придумать себе миллионы проблем. Давай за тебя так молиться. Вы знаете, вот эта вся ерунда закончится, когда мы с вами увидим здесь десяток, второй десяток новых людей ты забудешь про свои проблемы, помогая этим новым людям опериться, научиться молиться, ходить в вере. Да вы знаете, забота и попечительство вот над этими новыми людьми, они исцелят нас, они восстановят нас. Мы будем полноценной церковью, потому что в полноценной церкви Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Амин. Поэтому смысл этой молитвы, смысл этого служения, Господь помоги нам увидеть своими собственными глазами спасение наших родных, спасение наших ближних, и пусть в этом году развеется миф о том, что в Латвии церкви не растут. Мы хотим разрушить эту порочную, привычную тенденцию, а что вы хотели? В Латвии люди уезжают, в Латвии люди уезжают, пусть уезжают, в конце концов, кто-то же остается. Люди уезжают, однако же скай полный, спица полный, все торговые центры полные, к заправочным подъезжаешь, хотя и на евро перешли, и мухлеж продолжается, люди же как-то живут. И я скажу, что Христос желает и в этих условиях также спасать людей. Я хочу поделиться Словом Божьим, после чего мы хотим представить вашему вниманию то, что уже за этих три месяца было сделано. И я думаю, что вот мода, позвольте такое слово, на попечительство, мода, на лидерство, мода, на ответственность, она должна стать доминирующей в нашей церкви. Это престиж служить Богу, это престиж служить людям, это престиж молиться за людей. В глазах Божьих, то, что в глазах Божьих престиж, это должно стать и нашим престижем. В конце концов, то, что иногда высоко в глазах людей, в глазах Божьих, это ничтожество. Многие люди эгоисты, которые просто сидят и говорят, да что толку, сейчас такое время, да что толку говорить, сам Бог, если захочет спасти, Он их и спасет, я умоляю. Когда Иона, пророк, так думал, то Господь ему устроил терапию, вы помните? Бог ему говорит, иди в Ниневию, а тот говорит, Господь, причем тут я, я вот такой человек, я вообще необразумен, прямо свет клином на мне сошелся, ты такой великий, небо, землю, иди и спасай всю, а у меня свои планы, вот там многие, большинство людей у нас, вот так рассуждают, я что, на меня свет клином что ли сошелся, и что дальше происходит? Буря происходит, буря происходит, а мы говорим, ох, дьявол, не дьявол, может быть, кому-то это непонятно, но я должен озвучить это, не все бури поднимает дьявол, очень часто бурю поднимает Бог, по маршруту тех людей, которые выбрали неправильную дорогу, Господь говорит, иди в Ниневию, а тот говорит, что мне там делать в этой Ниневии, и я повернул и пошел в Фарсис, и мы думаем, Господь, ты разберешься, вы знаете, кадровая проблема у Бога, она остается напряженной, как всегда, и вот буря, поднимается буря на море, что такое буря, да потому, что не в том направлении, не на тот пароход сел, пассажир, не туда направил оглобли, не туда направил свои пути, и вот все уже эти матросы там молятся, своим Богам ничего не происходит, и стали говорить, подожди, надо проверить, чтобы все молились, вот эти пробуждение, верующие христиане, это странные существа, когда весь мир уже проснулся, они все еще спят, уже яговисты проснулись, мормоны проснулись, масоны проснулись, уже все уже проснулись, а Иона спит, возлюбленному своему ты даешь сон, причем спит где-то в трюме между какими-то ящиками, вообще, вы знаете, вот христиане спать умеют, вы помните, Петр там с этими вот ребятами, сыны Громовы, помните, Громовы, когда они спали, гром гремел, звуки создавали они чем только могли, сыны Громовы, Христос здесь пришел, так как мы спим, никто так не спит, даже в среду на служении это господи, и вот Иона заснул, так заснул, что даже буря его не могла разбудить, представляешь, я, конечно, был несколько раз во время, ну, маленькая буря-то из Сталина до Риги, этот вот, попал однажды, да какая там буря была, там просто вот такая качка была, я с унитазом в обнимку всю ночь провел, жену так не обнимал никогда, конечно, буря-то страшная вещь, а у Ионы никакой морской болезни, спит и сны видит, спит и сны видит, пока его однажды не растолкали, мужик, ты что делаешь? Я, а что, не видно, что я делал? Так все молятся, вы что, пробуждение, ты что, не понимаешь? Пробуждение, самое, знаете, в чем грустно, вместо того, чтобы пророки Божьи окружающие, окружающим людям говорили, что пробуждение, окружающие люди будят церковь, говорят, ребята, пора на Майдан, пора выходить, революция, товарищи, на дворе, а вы все спите, уже буря нас захлевает, а что вы делаете? Мы спим, Господи, это вот, вот эта горькая, горькая реальность, что вместо того, чтобы мы разбудили всех и обратили их взоры на вечного Господа, нас кто-то будет, говорят, а вы слышали, что происходит сегодня? Ничего не слышали, мы спим, нам уютно, все хорошо, и они говорят, ты кто такой? И он говорит, я евреев, евреев, и что ты делаешь? Я убегаю от Господа, сотворившего небо и землю, Господи, вот разбуди сегодня нас, вот мы поститься начали и молиться, чтобы вот таких спящих людей стало меньше. Амин! Господи, разбуди, во-первых, нашу совесть, разбуди наше христианское сознание и направь нас на те пути, на которые ты хочешь направить. Итак, каждая программа, она требует командного руководства, поэтому я бы хотел буквально несколько слов прочитать о том, что мы должны советоваться. Очень важно, чтобы у нас были мудрые советники, мы должны окружить себя теми неравнодушными людьми и ответственными людьми, которые готовы были бы стать частью нашей команды. Смотрите, притчи, 13 глава, 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Служение предполагает команду. Команда подчинена одному замыслу. И, знаете, самая большая мечта у любого пастора, чтобы вся церковь превратилась в одну команду, качественную команду, которая бы могла быть подчинена одной программе и одному замыслу. Следующая притча, 15-22. Когда мы читаем 15-22, здесь написано, без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Вот в последнее время мы почти каждый день собираемся с командой попечителей, с командой наставников. Вы знаете, здесь монополия не может проходить, и здесь нету самых умных. Вы знаете, мы понимаем, что опыт даже начала 90-х, он сегодня уже может не пригодиться. Реальность поменялась. И даже мой личный вчерашний опыт сегодня он корректируется и адаптируется. Мир поменялся, грешники поменялись, Европа поменялась, Латвия поменялась, церковь поменялась. Поэтому нам нужно научиться прислушиваться советов. У советующихся мудрость. Мы говорим, Господь, где мудрость? Мудрость. Мудрость, если хотите, это корпоративное сознание. Мудрость, это когда ты что-то рациональное услышал от него, что-то от него, и потом ты видишь полную картину, пазлы собираются вместе, и ты видишь одну большую надежную картину. Дальше, притчи 20.18. Что же здесь записано? 20.18. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещанию веди войну. Для того, чтобы победить в войне, нужно совещаться. Для того, чтобы выиграть битву за какую-то душу человеческую, нужно много думать и совещаться. я бы хотел сегодня подчеркнуть эту мысль, что один в поле не воин, мы нужны друг другу, мой опыт тебе пригодится, а твой опыт пригодится мне. Поэтому совещание, это не просто пустословие или какое-то пустое проведение времени, мы должны подумать, как качественно, даже просто приглашать людей в церковь, просто, чтобы люди, когда пришли в церковь, что сделать, чтобы человек почувствовал себя уютно, чтобы не получилось так, человек зашел в церковь, с ним никто не поздоровался, более того, кто-то пробегал, толкнул его, он зашел сюда, ему сказали, куда сел, ты что, не видишь, шарф лежит, иди туда, пожалуйста, пересядь, и он, и он пришел, мы говорим, Господь, пусть люди идут, идут, а что, а люди пришли и так же и ушли, вы знаете, здесь так много деталей, мы сейчас думаем, что только духовный фактор может людей поставить на колени перед Иисусом, знаете, все люди душевные, во-первых, а духовные, во-вторых, поэтому здесь много нужно думать, внешний вид, как сделать красивый зал, конечно, надо все перестроить, конечно, это все старье, этот весь дизайн, надо уже давным-давно поменять, где-то деньги надо набрать, это нужно посоветоваться, кто, кто, здесь так много всего нужно сделать, и что сделать, сделать надо все необходимое, чтобы церковь была привлекательной, что сделать, чтобы не 10 евангелистов за одним грешником это, носились, а что сделать, чтобы за одним евангелистом, и даже не евангелистом, 10 грешников бежали, это же, это же надо, вот, поменять парадигму, а надо советоваться, надо думать, потому что один человек не может разбираться во всем, вы знаете, я, пастор, казалось бы, уже столько, я внимательно прислушиваюсь к мнению каждого человека, который болеет за дело Божье, вы знаете, одиночки проиграют, а выиграет команда, кто умеет совещаться, кто умеет прислушиваться к другому мнению, тот и победит, вы помните, когда и то, надо прислушиваться правильных людей, я уже не читаю, вы сами знаете, воцарился царь, Раваам, и народ пришел к нему и говорит, облегчи иго, которое отец твою возложил на нас, и он оказался на перекрестке, что делать, и он пошел советоваться сначала к старейшинам, люди, у которых мозги, у которых седина, у которых имеют опыт жизни, и старики ему говорят, служи людям, это главное достояние страны, облегчи иго, и этот народ будет служить тебе, говори уважительно, говори мягко, улыбайся, будь слугой народа, потому что на самом деле, это та и позиция, ради народа существует этот царский престол, он выслушал этот совет, потом пошел к молодым, и что молодые насоветовали, да кого ты слушаешь, это толпа быдла, они захотели что-то еще облегчить, да ты еще взвиньте эти налоги, и все такое, вы понимаете, есть умные, мудрые советы, а есть глупые советы, почему нам нужно поститься и молиться, чтобы не стать заложником глупых советов, кому из нас не приходилось потом локти грызть, благодаря тому, что послушали не тех людей, кого надо слушать, плоть и кровь, они тоже советуют, а есть еще Бог, который совет, как Павел, помните, когда Бог мне что-то сказал, о моем призвании, я не стал советоваться, советы с плотью и кровью, плоть и кровь, тебе тоже посоветуют, знаете, что она посоветует, да не будет с тобой этого Господи, да зачем тебе это служение, да зачем тебе отвечать, да что тебе больше всех надо, я знаю, как советуют плоть и кровь, так вот совет, плоть и кровь надо отодвигать, а советоваться надо с духовными людьми, поэтому, совещания, делают успех, и вот мне очень понравилось, вот это место, первое про Альпоминон, 13 глава, и мне нравится, вот это вот, первых несколько стихов, и советовался Давид с тысяченачальниками, с сотниками, и со всеми вождями, тот, кто умеет советоваться, у того будет успех, представьте, Давид, который и с Богом встречался, который имел огроменный опыт, как руководить, и в храме служением, и псалмы написал, и армию возглавлял, и столько побед у него было, и советовался Давид с тысяченачальниками, с сотниками, и со всеми вождями, на самом деле, у советующихся мудрость, и что же он здесь, на этом совете решал, и сказал Давид, всему собранию израильтян, если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду, к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними, и священником левитом, в города и селения, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему, и сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым, вы понимаете, советовался Давид со всеми главами, тысяченачальниками, сотниками, вождями, и на повестке стоял вопрос, один из главнейших, эпоха Саула должна закончиться, потому что Саул легко обходился без ковчега, Саулу ковчег сто лет не нужен был, Саулу не нужно было ни помазание, ни молитва, ни благодать, ни слава Божья, он просто был как отступник, как просто религиозник конченый, он просто был материалист, и его интересовал только пиар, ковчег был в плену, а Саул был здесь, Саул, на которого Господь уже перестал обращать внимание, это страшная эпоха отступничества, я скажу, что в этом плане переживает этот период Саула, знаете, дом Саула ослабевает, а дом Давида должен подниматься, и каждый из нас, и церковь, и персонально, каждый из нас, он знает, что такое период Саула, это когда ты молишься, ничего ответов нет, тебя не устраивает то, что ты говоришь, тебя не устраивает служение, ты раздражен, ты полон, вы помните, что делал, бесился Саул, копья бросал, это мы, Господи, когда ковчег где-то находится в плену, и потом Давид говорит, ребята, мы должны вообще перелеснуть эту позорную страницу отступничества, мы столько времени жили, и церковь не росла, мы столько времени ни за что не отвечали, мы столько времени, друзья, как-то существовали где-то, и где-то на перекрестке, пора с этим заканчивать, пора ковчег возвратить назад, потому что ковчег – это завет, ковчег – это откровение, ковчег – это гарантия нашего успеха, ковчег – это слава Божья, и он рассказал об этом начальникам, начальнике, своим подчиненным, вы знаете, как это важно, чтобы они собрались вместе, перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. Есть какие-то важные вопросы в церкви, есть какие-то важные вопросы, духовные вопросы, стратегические вопросы, и это не должна быть инициатива одного Давида и трех его помощников, вы знаете, это ненормально, он советовался со всеми начальниками, и весь народ слышал, какая программа, и я призываю всю церковь, друзья, включиться вот в эту программу, потому что спасение людей – это не пастор Алексей или еще три помощника, или это какая-то группа там людей, вы знаете, мы перед Богом будем отвечать, каждый из нас, за тех людей, которые рядом с нами, каждый из нас будет отвечать за свое окружение, и было бы очень правильно, и было бы очень справедливо, чтобы мы могли сказать, да, будет так, пусть ковчег вернется, пусть вернутся времена, когда мы горели, когда мы, извините, пожалуйста, ночью не спали, и рыдали хоть за кого-то, постились за кого-то, несли кого-то, и наступило какое-то время, время Саула, я ни за что не буду отвечать, время безответственности, это плохое время, это черная страница, я думаю, что какой-то рубеж мы должны в этом году переступить, мы должны какой-то рубеж переступить, если дом Саула ослабевает, пусть вообще исчезнет с лица земли, и пусть дом Давида утвердится, и ковчег пусть вернется на свое место, было же время, когда здесь по 30 человек на каждом служении каос, ведь было же время, когда здесь было 300 ячеек, 600 ячеек, и потом на 900 замахнут, эти же времена должны вернуться, мы те же самые, хватит объяснять, почему это не работает, давайте найдем объяснение, почему это снова начнет работать, ковчег надо вернуть, и все заработает, откровение нужно вернуть, все заработает, ревность должна вернуться, тогда все заработает, слава Божья вернется, тогда все заработает, аминь, и совещались они все, со всеми начальниками, со всеми старейшинами, и смотрите, как здесь сказано, если угодно будет вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду, вы понимаете, мы должны согласиться, вот смысл моей проповеди, смысл вот этих служений, молитвенных с постом, чтобы мы согласились, вы понимаете, это не просто проповедь, это вызов, это просто, как сказать, это крик сердца, это ревность Господа, который хочет разбудить Иону, который спит в триуме, это просто, как сказать, это как канонада откуда-то с неба, который пытается достучаться до наших спящих сердец, пришло время проснуться, пришло время открыть глаза, и увидеть, как вокруг много греха, мерзости, обреченных людей, неужели откажешься, и неужели согласишься, чтобы дьявол их похитил, я думаю, древность от Господа, она коснется сегодня всех неравнодушных людей, и они все сказали, давайте согласимся, что такое совещание, что такое премножество советов, что такое мудрые советы, мудрые советы, это не тогда, когда говорят, да бросай ты это служение, да ты похоронишь себя в этой церкви, я знаю, есть такие люди, которые, которые бьют по рукам, которые отвращают людей от жертвоприношения, которые на божьих служителей показывают психи, чокнутые, они какие-то дебилы, ходят, служат еще, еще верят, что что-то здесь поменяется, все поменяется, когда ковчег вернется, все поменяется, слава Божья вернется, и мы с вами собственными глазами увидим феномен растущей церкви, феномен спасающихся людей, когда мы согласимся, Библия говорит, если двое или трое на земле согласятся о всяком деле, а уж тем более об этом деле, будет им от Отца моего Небесного, поэтому я стою на этом, давайте сейчас закроем глаза и помолимся, чтобы Господь дал нам это желание, мы совещаемся, мы обсуждаем, мы рассуждаем вслух, и мы сегодня молимся Богу и говорим, Бог, разбуди в нас эту ответственность, разбуди в нас эту ревность, разбуди спящую совесть, разбуди спящих христиан, разбуди спящие сердца, Господь, я прошу Тебя, пусть огонь Твой коснется наших уст, пусть огонь жертвенника коснется наших сердец, разбуди, Господь, наше сознание, пусть, Господь, спасение людей станет приоритетной программой каждого человека, который находится здесь, спасает взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение, спасай взятых на смерть, колбира бумбаха, армена лебрес, сталаламори джентолея, мангрубесебереблогереблащацая, пусть возвращается ковчег, пусть возвращается ревность, пусть возвращается огонь, пусть возвращается жажда, пусть возвращается страсть, подними, Господь, и пусть Твои пророки направятся по правильным маршрутам, холмегинда, холленгриманголея, калмире цорбижа, арбатсонбек, этсололебенджа, армена локсапетруменджендия, мармаханчина, ельмиралогребастолебеджатая, рамангосая, рамангосая, рокимбастолебенджая, ормена лебресченталая, холмегинджантолая, халамирщантоли, мармокестолебеджегретая, халлелуя, эрменджелеребресчатциталая, Дух Святой, благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за ревность Твою, благодарю Тебя за мудрые советы Твои, благодарю Тебя за то, что Ты сегодня касаешься всех неравнодушных людей, и мы сегодня, Господь, смиряемся и просим, вышли делатели на Ниву Свою, которая пожелтела и готова к жатве. Я прошу, Господь, подними этих неравнодушных людей, которые ревнуют о деле Твоем, подними этих сотников, тысячи начальников, подними, Господь, этих вождей, которые бы сказали, вот я, пошли меня, спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение. Зажги, Господь, в нас это благоговение, зажги в нас, Господь, эту ревность. Боже, мы благодарны Тебе. Пусть церковь оживет, пусть церковь пробудется, пусть церковь будет захвачена Твоим огнем, и пусть сердца наши будут полны любви и ревности. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Амин. Халлелуя. Пожалуйста, Ирина. Мы сейчас хотим представить, друзья, ту работу, которую мы делали, может быть, совершенно небольшой группой. Совершенно небольшой группой. Это человек 20, 25 где-то. Представьте себе, если бы каждый включился в эту программу. Я думаю, что качество молитвы меняется того, насколько мы этот предмет понимаем или насколько этот предмет для нас ясен. Очень сложно молиться о какой-то программе, в которой ты просто не в зуб ногой, в которой тебе вообще непонятно. Но когда ты поймешь, что эта программа, она доступна, она под силу каждому из нас, я думаю, качество молитвы изменится. И нам необходимо увидеть себя в этой программе. Пожалуйста, что сделано за это время, пожалуйста. Аллилуйя.